Лицензия на онлайн-школу. Нужно ли помещение? Обзор нового порядка. 1 января 2021 года начали действовать новые положения пилотного проекта по вопросу оформления образовательной лицензии. Данные изменения направлены больше на организации, которые ведут онлайн-курсы, поскольку дистанционное образование прочно вошло в жизнь любого школьника и студента в период пандемии коронавируса. Положение прописывает такие лицензионные требования к соискательным лицензии, как Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности. Оборудование помещений. Наличие разработанных и утвержденных программ обучения. Наличие заключения о соответствии с санитарным правилом зданий, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности. Наличие специальных условий для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Но некоторые положения имеют определенную оговорку и не применяются к организациям, которые реализуют образовательные программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Какое послабление дается онлайн-школам? Организации, использующие исключительно электронные или дистанционные технологии обучения, теперь могут не предъявлять помещения на праве собственности или ином законном основании. И не требуется предоставление заключения о соответствии с помещением и оборудованием санитарным нормам. А также предоставлять информацию о материально-техническом обеспечении больше не нужно. Но все ли так просто, как кажется на первый взгляд? Если компания будет вести деятельность онлайн, то она также должна будет соответствовать следующим критериям. Первое. Обеспечить условия для функционирования электронной информационной образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение образовательных программ. В полном объеме, независимо от местонахождения обучающихся. Второе. Заключить договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Это требуется для образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющих образовательную деятельность с использованием сетевой формы. Тем самым у соискателя лицензий должно быть Наличие системы электронного обучения. Наличие цифровой электронной библиотеки, обеспечивающей доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Наличие электронной системы учета контингента обучающихся. Наличие высокоскоростной корпоративной вычислительной сети, обеспечивающей доступ к электронной информационно-образовательной среде. Наличие серверного оборудования для функционирования электронной информационной образовательной среды. Наличие доступных для работников инструментов для создания, сохранения, доставки и использования электронных образовательных ресурсов. К сожалению, все это невозможно организовать на дому или в ином непригодном офисном помещении. Все вышеизложенное упирается в новое положение о лицензировании от 18 сентября 2020 года за номером 1490. Там есть обязательное требование касательно предоставления справки о наличии данных условий. Также существуют регламенты по предоставлению образовательной лицензии. Это приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 июля 2019 года за номером 1109 об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, который утверждает данную справку. Не стоит отчаиваться касательно наличия помещений, ведь теперь срок получения лицензии у вас займет 45 рабочих дней, а не 3-4 месяца. По мнению экспертов, упростить процедуру в получении лицензии для организаций, которые работают исключительно онлайн, это весьма разумный и правильный шаг. Если у вас остались вопросы по данной теме, то обращайтесь в нашу юридическую компанию Юрвиста. Мы поможем разобраться во всех тонкостях и нюансах, а также оформим для вас необходимые разрешения. Всего доброго!